Здарова, работяги! Пришло время интересных РП-историй в мире Project Zomboy. Судя по предыдущим видео, данный формат вам заходит, поэтому присаживаемся поудобнее, запасаемся чаем и печеньками и наслаждаемся просмотром интереснейшей РП-истории. Итак, в момент записи видео на сервере происходил своего рода ивент. Лор абсолютно дефолтный. В Кентукки появился некий вирус, который со временем убил почти всех жителей, а после смерти они обратились в кровожадных монстров, называемыми зомби. Прошло некоторое время с момента зомби-вируса и многие выжившие сформировали различные группы со своими лидерами и правилами. Так вот, я состоял в одной из таких групп. Мы были своего рода мародеры-налетчики, прослушивали радиоэфир выживших, а если там было что-то интересное, к примеру, информация о схроне, припасах и иных ништяках, мы сразу же седлали железного коня и направлялись в то место, которое сообщалось по рации. Сегодняшний день был для нас обычным. Мы прослушали радиоэфир неких фанатиков, а-ля Королевство, где они носили оружие ближнего боя и максимум арбалеты. Им чуждо было огнестрельное оружие, и мы решили выдвинуться на позиции, чтобы осуществить перехваты этих фанатиков и выпадать необходимую информацию, куда они направляются и все в этом духе. Вооружились, спрыгнули в тачку и погнали в точку, где они могли бы проезжать. До места добрались мы достаточно быстро. Заехали в лесной массив, чтобы нас не было видно и ожидали нашу цель некоторое время. Успели поесть, перекурить, попить и даже немного вздремнуть. И уже в какой-то момент подумали, что никто не приедет, и это была ложная информация. Так как мы стояли на месте достаточно большой период времени, день начал подходить к концу и начинало темнеть. Но и только мы подумывали сваливать, как услышали звуки двигателей. А после того, как они проехали, мы направились за ними. Запанули паренька на мотоцикле, выпрыгнули с тачки и стали угрожать оружием. Требовать заглушить мотор и покинуть мотоцикл. Слез блять байка, пушку на землю блять, живо блять, я повторять не буду. Рюкзак, все на землю, сам на землю. Куда едете? Рассказывай блять, живо. Так много вопросов и так мало ответов. А перед тем, как продолжить, хочу поделиться с вами крутым сервисом Купикот, где ты сможешь гифтом приобрести любую интересующую тебя игру. На сайте Купикот представлены почти все игры, что есть в Steam. И ты всегда сможешь найти актуальный список и интересующую тебя игру. На Купикот можно приобрести игру для большинства регионов. При этом на сайте есть раздел «Недоступные в РФ», где собраны игры, которые недоступны в Steam для российских аккаунтов. Но через Купикот их можно получить гифтом на свой российский аккаунт. А приобрести игру на сайте весьма просто и безопасно. Выбираем регион аккаунта, оставляем ссылку на профиль. Вводим мой промокод, по которому ты получишь скидку в 10% на покупки. И нажимаешь «Оплатить». Действие промокода ограничено, успей использовать его сейчас. Используя мой промокод, получается даже дешевле, чем через Киви. Сервис не будет у вас запрашивать какие-либо пароли и прочее. Нужна лишь ссылка на аккаунт. А это означает, что покупка будет на максимально безопасном уровне. И ваши данные никуда не утекут. Также советую авторизироваться на сайте посредством ВК или Телеграм, чтобы получить приятные бонусы. А для зарегистрированных пользователей действует постоянно кэшбэк на покупки. А если вы поделитесь данным сервисом ВК, то получите еще немного бонусов, которые можете использовать на сайте при покупке игр. Пользуйся проверенным сервисом Купикот. Немного с ним пообщавшись, мы узнали, куда направлялась остальная группа. И я предложил идею переодеться в одежду этого байкера и поехать вслед за его группой. Так как они все носят маски, меня сразу не узнают. И таким образом у нас будет эффект неожиданности. Мы с легкостью сможем взять в плен и расправиться с данной группой. В последующем мы сняли шмот с этого бедолаги, а также забрали все имеющееся оружие. После чего я прыгнул на мотоцикл, и мы поехали в сторону военной базы, куда я направлялся отряд. По слухам, там было очень много зараженных. Но, видимо, помимо зомби, там было что-то ценное. Я предполагаю, что оружие, ну или что-то вроде того. Так как ни одна группа не рисковала бы из-за еды или одежды. Ехали мы ночью, и видимость была нулевая. Также пару раз у мотоцикла отказывал движок. Я понял, что долго он не протянет. Вскоре нужно будет пересесть в тачку к парням. Так как была ночь, я не ехал слишком быстро, чтобы не пропустить поворот на военную базу. Доехав до поворота, мы свернули, и буквально через 50 метров мотоцикл заглох. А сзади нас подпер военный Хаммер, с которого по нам открыли огонь. Мне пришлось отбежать, а после начать отстреливаться от людей, что были в Хаммере. Я не знаю, но мы не наблюдаем. Блядь, это просто пиздец. Меня подстреляют. Кто это такие и что им было нужно, остаётся загадкой. Но это точно не та группа, за которой мы следовали. Наверняка кто-то ещё перехватил этот радиоэфир и также направился на военную базу. После непродолжительной перестрелки, люди на Хаммере уехали. Видимо, по ним залетела шальная пуля, и им нужно было восстанавливаться. Что касается нас, несмотря на то, что они первые открыли огонь, мы все выжили и критических ранений у нас не было. Ну и после этого кипиша я прыгнул в тачку к корешам, и мы поехали дальше. Для того, чтобы немного усложнить жизнь Хаммеру, если он захочет нас догнать, мы включили сирену и стянули кучу зомби к выезду. Таким образом, они могут здесь подзастрять. Продвигаясь всё ближе к военной базе, мы увидели выжившего сбитые, но как только он увидел нашу тачку, сразу же дал дёру влез. Парни побежали за ним, а я остался прикрывать тачку от зомби, которые на нас наступали. Парни побежали за ним. Но зомби было слишком много, и нам пришлось вернуться обратно в автомобиль. А тот ковбой, которого мы видели, скрылся от нас в лесу. Мы так его и не нашли. Наконец-таки мы выехали на асфальтированную дорогу и увидели ту группу, за которой следовали. Они перекрыли въезд на военную базу своими тачками, а также были вооружены, и нам нужно было что-то предпринять. Либо начать перестрелку, либо протаранить на скорости тачку и проехать. И нашему водителю второй вариант больше понравился. Протаранив преграду, мы заехали на военную базу, и чтобы скрыться от преследования, забежали внутрь помещения. А это было слишком опасно, так как мы не знали, сколько там зомби. А зомби там было слишком много, и мне не удалось выжить. Я пожертвовал собой и дал шанс спастись хотя бы одному из нас. Так закончилась моя история, но не история данного мира. Спасибо за просмотр.